Заготавливаем с олюшкой семена, которые мы вырастили у нас на огороде. Это у нас семена кабачков. Привезли с собой один кабачок, вот такой гигантский, и в нем такая куча семян. А еще у нас помидорки, вот здесь семена двух сортов. Это вот красный лев. Розовый мед. А вот это черри оливка. А еще заготовились семена гороха, огурцов. Огурцы вязвенские, да, бобы. Вот здесь у нас огурчики. Да, это сорт вязниковские 37. Вязвенские, почему мне это слово пришло новым? А здесь бобы русские черные. Огромное пакетище. Можно целое поле засеять бобами. И это всего с трех или пяти кустиков. Положил сушиться семена наших томатов. Мы сейчас привезли с собой много семенных вот этих овощей, кабачки, огурцы, вот томаты, там еще патиссоны, еще цукини. И вот семена начинаем сушить, собирать уже наш семенной банк. Огурчики, кабачки, семена. Это вот помидорки. Хорошие сорт. А здесь у нас высушиваются семена кабачков. Грибовские 37. В пакетике в покупных семенах, ну, по пять семечек лежит. В некоторых еще и меньше бывает. А это вот у нас с одного кабачка. Мы набрали семян. Теперь у нас есть что посадить. Напомню, что изначально у нас семена использовались сортовые, то есть никакие не гибриды, не F1. И они у нас спокойно дают потомство. груздя полно. Вот смотрите, какие груздочки мы собираем. Вон, вот такие вот грибочки. Вот такие вот. А это грузди вот. Вот это груздь. Это, вот это. О, красавчик. Вот это грибок. А тут груздя вообще навалом. Вон он. Молоденькие тут растут. Смотрите, целая куча. Тут еще и вон старые какие-то валяются. Смотрите, сколько тут молодых груздиков. О, море. Вон здесь. Здесь. Вон, смотрите, сколько их тут. Это он побольше, старенький. Здесь он растут. Да, груздей много здесь. Молодого груздя море. Хоть косой коси. Смотрите, сколько их тут. Офигеть. Все груздики. А здесь у нас 25-литровый бак. Замочили пока. Грибы сегодня ездили с олюшкой в лес. За час набрали огромное количество груздей. Вот у нас тут лежат, отмокают груздечки. Воду меняем в день по 2-3 раза. Отмачиваем их от горечи. Потом будем уже солить и поставим под гнет, чтобы груз придавил их и они у нас просолились. Бак 25-литровый, огромный. Купили специально, потому что, ну, столько много грибов набрали, некуда было их положить. А тут отмокают обычные грибочки. Подберезовички, там подосиновики, красноголовики. Это у нас обычные грибы, которые мы замораживаем. Ну, полюшка отваривает их, замораживает или просто замораживает, не знаю точно. В общем, заготавливает в холодильник. Потом использует это для супа или для жарки. У нашего гены сгорела панель приборов. Разобрав ее, я обнаружил, что перегорела дорожка. Вот в этом месте сверху дорожка перегорела. Плюсовая, вот которая идет на плюс. Вот она вся завернулась. Даже дым пошел из приборки. А все произошло от того, что здесь была установлена нестандартная лампочка подсветки приборов. Должна стоять 12-вольтовая, обычная. Поставили 12-вольтовую, но светодиодную, которая имеет полярность. Соответственно, от тряски она немножечко перекосилась и произошло замыкание. Поэтому не гонитесь за красотой. Ставьте обычные советские стандартные лампы. Ну, на советский автомобиль, которые предназначены для стандартного использования. Их и надо использовать. Ну, вот в сервисе у меня решили, что светодиодные будут ярче. И вот к чему это приводит. Сейчас буду восстанавливать монтаж. Ну, вот восстановил дорожку. Вот этим проводом. Вот черненький проводок. Вот он. Значит, идёт здесь, отсюда и вот сюда на плюсовую клемму. Убрал всё сгоревшее, вот эту всю сгоревшую фольгу из гетинакса. Промыл всё здесь спиртом. И всё. Восстановил дорожку. Завтра поставлю на машину. Посмотрим, как всё работает. Сейчас не работает ни тахометр, ни лампочки индикаторные, ни дворники лобового стекла. Ну, не работали. Сейчас дорожку я восстановил. Должно всё нормально быть. Предохранители, кстати, не перегорели ни один. Здесь дорожка просто пыхнула, дым пошёл. Но предохранители остались целыми. Вот такой советский автопром. Легко ломается, но и легко чинится. Даже программистам. А на сегодня всё. Надеюсь, вам понравилось. Всем добра.